Не предавай себя и не будешь предан. Человека предают тогда, когда считают возможным его предать. Когда считают возможным его предать, это значит, его оценивают так, как он такой человек, которого можно предать, и предать будет в каком-то смысле выгоднее, чем не предать. Что это означает? Что человек, которого предают, он, значит, так себя поставил с другим человеком в каких-то делах, что другой человек считает, что его предать можно или в какой-то момент так посчитает. Когда человек себя именно так проявил и так себя другому предъявил человеку, это значит, он же не хотел, чтобы это делалось. Значит, он поленился подумать, он переоценил себя, он изменил своим принципам, изменил своей совесть или что-то еще сделал. Но если мы раскрутим историю предательства детально, так сказать, по всем диалогам, по всем сценам, как бы если бы это был фильм, где все показано, назад отмотаем, то мы найдем то место, где он себя предал, и от этого пошло другое отношение человека. Ну, простая схема. Когда, скажем, какой-то очень важный, значительный человек, у него есть какой-то другой человек, его помощник, там, ну, слуга в прежние времена, так, и он был большим авторитетом для этого другого человека, то по мере того, как они действуют вместе, по мере того, как человек, ему помогающий, заслуживает его все большее доверие, у них отношения начинают сближаться, становятся более близкими, более равнозначными, если не сказать, панибратскими. И тогда уже тот, кто предает, он уже не так относится, не с таким пиететом, не с таким уважением к человеку, как раньше. Раньше бы он его не предал, а теперь, как бы вот, он уже его не считает таким великим, так сказать, нет пророков в своем Отечестве, если это маленькое Отечество, общее дело стало для них общим, то тогда уже, так сказать, предать гораздо проще. Значит, нужно эту грань никогда не переступать, которая позволяет другому относиться к тебе с меньшим уважением, чем он раньше относился.